здравствуйте ребята сегодня мы с вами начнем новую работу я решила с вами порисовать просто до своего удовольствия вот и такую тему которая не у всех даже у взрослых людей получается правильно смотрите чуть-чуть отвлекусь я купила новый альбом для наших с вами занятий вот такого классного кролика с кисточками из фотоаппаратом теперь буду здесь делать с вами домашнее задание рисуночки и так возвращаемся к теме сегодня мы с вами будем рисовать дом да как это ни странно не у всех даже взрослых детей даже взрослых получается красивый правильный дом вот сегодня мы с вами будем его простраивать и так всего начнем рисовать дом начнем его рисовать квадратика рисуем не сильно сложный дом поэтому простой квадрат посмотрите где я его нарисовала вот у меня центр листа и они не чисто по центру нарисовала чуть-чуть сместила квадратик право на в бок и так отлично у нас получился квадратик теперь мы квадратик делим пополам и выводим нашу половинку наверх вот так вот вот такой домик и и так вывели делим квадратик пополам и выводим половинку вверх теперь это будет вершина нашей крыши рисуем к квадратику что треугольничек вот такой треугольничек вот он наш дом ой скосила если чуть-чуть скосили чуть-чуть можно взять пластик и вытереть лишнюю линию теперь у нас домик будет сложный чуть-чуть сложный вот мы его нарисуем объемным соответственно нам надо будет вот это будет фасад а это будет бачок нашего дома смотрите я линию провожу чуть-чуть под наклоном то есть если бы я прямо провела линию она бы была вот так вот видите а это чуть-чуть вот так вот вверх идет линия вот вторая линия видите от вершины нашего домика провела одну линию эту линию садов чтобы не запутались вторую линию стараюсь параллельно вести от вот этого края и еще одну линию вот отсюда вот тоже вверх вот так вот теперь я должна провести линию параллельно то есть такую же вертикальную как вот это вот сторона нашего домика квадратик видите можно еще вот так вот обвести вместе со мной так чтобы понимать что она ровная вот так вот вот здесь ровная тоже линия как здесь дальше вот здесь вот у нас будет параллельная линия вот этой линии то есть это наша крыша будет она не может пойти вот так ровно это будет неправильно соответственно она должна идти параллельно вот треугольничку почему она должна идти параллельно треугольничку потому что вот здесь задняя стенка нашего домика это тоже треугольничек вот если бы домик у нас был прозрачный мы бы увидели тут куб и сверху вот такой вот треугольник понятно соответственно так как у нас и сзади треугольничек как и впереди крыша должна быть под наклоном параллельно вот этой линии можете провести здесь чтоб понимать что она у нас должна идти по диагонали вот провели все лишнее вытираем где мы вывезли линии вот такой домик я вот эти линии сотру чтобы они вас не забивали оставляю центральную линию пока пока мы ее никуда не убирать теперь мы рисуем круг тут будет такое окошко дальше вот тут будет дверь на будет дверь в доме дом одноэтажный вот вот тут будет окошко окошко я хочу сделать вот такое полукруглое кошки бывают разные формы вот видите круглые есть вот такую сверху полукруглое окошко вот и вот так вот линию проведу и вот здесь тоже сделаю еще одно полукруглое окошко чтобы она была у нас примерно размером как и первая я видите провожу такие вспомогательные линии вот еще окошко все лишние вспомогательные линии мы можем убрать чтобы они нам не мешали вот такой дом можно нарисовать в доме нашим тут вот сзади вот такую трубу я просто пока рисуем и допустим прорисовать кирпич дальше поделим нашу крышу сделаем полосочки вот можем прорисовать черепицу то есть полосочки это у нас такой вспомогательный элемент для черепицы можем вот так вдоль ее и делать вот так дальше там где окошки окошки у нас имеет толщину рисуем толщину в окошках вот так и дверь наличник дверь у нас видите без ручки нарисуем ручку двери вот так кружочек и можем вывести вот так трючку можем глазок сделать да уже толщинку у глазка вот он наш домик вот дальше вот здесь вот эта часть давайте это же красиво украсим здесь мы можем украсить допустим там двеугольничками украсили теперь у нас дом стоит посредине белого листа это не дело теперь вокруг что нибудь нарисуем давайте у нас домик будет стоять вот так вот на пригорочке вот здесь у нас будет красивый заборчик эти правила вот так линию и поделила ее на несколько частей тут даже можно посчитать сколько у меня прямоугольничков получилось раз два три 4 5 6 7 правильно 7 прямоугольничка и это у нас будет забор сверху можем дорисовывать треугольнички сильно много не рисуйте иначе потом сложно будет закрашивать вот и сюда немножко выведем заборчик допустим 3 это же дорисовать пустые места мы заполнили нарисовали пустые дерева к двери домика можно подвести вот такую вот дорожку дорожку можно выложить камушками вот так дорогие мои ребята у вас все получается вот так выкладываем стараемся не торопимся внимательно относимся к деталям вот можно еще нарисовать там можно камушки до прорисовать можно травку прорисовать можно где-то цветочки прорисовать может ягодки на на пустики с листьями камень вот можно здесь листики прорисовать на дереве вот дальше в небе мы можем нарисовать облачка облака и где-нибудь может за облачком спряталась солнышко до вот такое солнышко дальше мы берем фломастеры у меня вот такие я купила фломастеры фирмы touch вот магазин у меня в шапке профиля все только мне ходят знают я его уже рекламировала многие уже купили там фломастеры вот можно любые другие кариолка вот кохинор который у вас есть желательно двухсторонние все мои требования вы помните фломастера итак начинаем рисовать с чего все хотите начать давайте солнышко настроение у нас отлично поэтому рисуем солнышко работа не убежала и так берем желтый цвет зарисовываем солнышко обводим закрашиваем обводим закрашиваем обводим закрашиваем обводим закрашиваем и так каждый луч вот можно сделать посложнее добавить солнышко чуть-чуть допустим оранжеватого цвета там лучики с краю вот так дальше берем голубой светло-светло-голубой если нет голубого значит никакой не берите ну либо синенький и чуть-чуть прокрасить облачко на чуть-чуть облака у нас белые поэтому облачко прокрашиваем на чуть-чуть полосочка видите как это сделала я дальше берем допустим синий цвет и синим цветом мы с вами будем ставить точечку много точечек по фону вот так можно взять полосочки поставить если у вас такие же фломастеры как у меня можно попробовать поставить полосочки почему мы с вами художники мы так видим как любят говорить мои ученики я так вижу можно в разные стороны не обязательно в одном направлении после солнышка у меня был точечки чуть дальше солнышко допустим полосочки точечки точечки не засыпаем за точечками осмотрим куда вы ставите стараемся не заходить на окружающие предметы а сюда я возьму и опять сделаю полосочки вот хочется мне делать полосочки можно сделать точечки везде можно сделать вот как я с полосочками вот так и быстро ручкой шевелим не засыпаем зайчики спать будем после рисунка а вот дорисуем так сразу пойдем спать или гулять да вот так возле дерево такое такая сразу среда ведь создается интересно с полосочками с точечками тоже будет неплохо неплохо будет даже если вы бы раскрасили фон почему-то мне захотелось сделать полосочки вот я закончила с полосочками можно добавить несколько цветов то есть чем больше цветов добавляете чем больше оттенков вы берете тем интереснее становится ваша работа более живописная более интересная по цвету можно вообще взять даже желтенького добавить как будто солнышко следить это вот сюда и так дальше мы возьмем смотрите крышу можно сделать разные ее можно сделать в коричневом цвете его можно сделать от коричневого до оранжевого ее можно сделать в оттенках зеленых ну все что вашей душеньке угодно моей угодно сделать ее оранжево-коричневым вот почему-то хочется мне так сделать много у меня коричневых цветов но я возьму вот допустим оранжевый потом светло-коричневый и темно-коричневый приступаем чередуем цвета вот допустим один цвет оранжевый дальше светло-коричневый и какой темно-коричневый правильно смотрите лучше обвести и закрасить так будет как бы аккуратно и дальше чередуем опять какой оранжевый потом какой светло-коричневый дальше иду в другом направлении смотрите здесь был светло-коричневый теперь вижу темно-коричневый так чтобы цвета не совпадали оранжевый а эти совпадает теперь беру перекрываю светло-коричневый теперь здесь какой оранжевый теперь какой ну-ка подскажите мне какой надо цвет использовать давайте давайте быстрее если мы будем использовать оранжевый у нас будет совпадение если используем светло-коричневый у нас тоже будет совпадение тогда мы используем какой коричневый темно когда не будет совпадений и теперь светло коричневый цвет рядом цветами должны быть и так теперь используем оранжевый ведь они чередуются темно-коричневый светло-коричневый и вот рядом оранжевый оранжевый теперь какой светло-коричневый дальше темно-коричневый взяла темно-коричневый дальше какой оранжевый и дальше светло-коричневый закрутить закрутить доделать и так дальше мы взяли оранжевый светло-коричневый и потом у нас остается какой цвет темно-коричневый темно-коричневый дальше какой ну-ка скажите мне светло-коричневый и от раньше после оранжевого темно-коричневый и светло-коричневый после светло-коричневого какой цвет оранжевый и у меня молодцы а она федоровна задумалась светло-коричневый а я тут активно рисовала была вся в творчестве у меня выключилась запись и я нарисовала половина работы давайте я повторю что я тут нарисовала чтобы вы знали как продолжить ваши незавершенные места это я взяла оранжевый цвет и закрасила вот треугольничек квадратик и вот эту заднюю часть боковую часть нашего домика вот взяла светло-коричневый и чуть-чуть поштриховала обвела окошки окошки закрасила голубеньким цветом и вот тут синим цветом тут прорисовала шторку и закрасила дверь темно-коричневый свет светло-коричневым и также дверь у меня оранжевым цветом я закрасила смотрите пожалуйста внимательно вот эти части должны отличаться почему они должны отличаться фасад от боковой части потому что это разные плоскости вот одна плоскость будет освещена другая не освещена вот так поэтому пожалуйста будьте внимательны к этим дальше я закрашивала травку сначала я закрасила светло-зеленым самым светлым зеленым который у меня был потом чуть-чуть отступая от забора вот видите вот здесь вот я взяла потемнее зеленый закрасила до конца и потом взяла темно-зеленым и вот тут вот сначала плотно книзу листа закрасила потом вот такими полосочками даже точечками ближе к светлому я закрасила правую часть своей работы потом взяла светло-коричневый который у меня был и успела закрасить квадратики когда увидела что запись у меня прервалась вот но вы можете поставить на стол и догнать меня вот а теперь я надеюсь у меня догнали и мы начнем дорожку дорожку рисовать вместе и так берем коричневый берем оранжевый и я еще один коричневый возьму вы можете любые другие цвета в принципе можно сюда и серый взять почему нет дорожка может быть и серого цвета даже можно и голубенький взять то есть на ваш выбор но самое главное так я тут активно уже переключилась на серый ваша задача серую делать камушки разных цветов то есть не повторять цвета можете повторять вот видите серый там чуть дальше чтобы у вас не было допустим три камушка серых рядышком старайтесь их делать подальше друг от друга чтобы они не не сливались вот вот беру светло-серый и так плавно перри перешла на серый цвет сначала хотела делать коричневую берушку но передумала и так дальше я возьму вот такой еще цветней серый видите он у меня такой даже больше от голубом вы можете если у вас ограничена палитра цветов такая большая как у меня вы можете взять сделать дорожку коричневый оранжевый желтый пожал никогда нет предела творчество все зависит от вас и вашей фантазии как вы сделаете видите этот цвет вот этот вот то 101 я им делала камушки я его сейчас заменю на оранжевый чтобы не было совпадений рядом друг с другом цвета не были похожи и вот этот камушек я пожалуй делаю темно-серый темно-серый голубенький потому что я тут видите по краю сделала этот вот охрань зеленым я даже так его назвала и она не соприкоснется с этим цветом и так дальше я беру светло-зеленым которым я делала правую часть делаю левую часть отдохнули от травки чуть-чуть теперь мы продолжаем делать травку светло-зеленым потом зеленый по темне берем и самый темный зеленый беда когда много фломастер падает и так вот от кустика можно прямо по темне и и сюда завести зеленый ближе к дорожке дальше берем темно-зеленый темно-зеленый цвет мы можем смотреть вот так вот сразу завести на дорожку с этой стороны вот тут вот еще можем завести на дом здесь тоже можем где-то даже зайти на камушки вот так сквозь камушки у нас пробивается вот так вот травку нужно вот так вот даже палочками поможет ваша скошенная часть если она есть и синие только ставьте палочки вот так страшно не будет ничего сделать вот такое движение и чем дальше конечно лучше менять и делать кончиком вашего фломастера вот потому что так получится более тонкие и изящные линии и так далее остается сделать курс дерево и забор давайте переключимся на забор будем делать забор забор у нас будет у меня будет коричневыми цветами вы опять же можете придумать свой собственный забор и сделать любыми другими цветами я только за то чтобы вы проявили больше самостоятельности в этой работе и так чередуем я взяла у меня 32 номер такой цвет охры мне хочется что все примерно в одном цвете было все закончили забором дальше беру 101 цвет у меня это это вот такой зелененький итак смотрите сильно не залазим на наш забор если у вас тонкий край есть замечательно значит тонким краем лучше подчеркнуть смотрите можно вот так сделать вот обвели край чтобы не зайти на прокрашенные деревяшки и вот внутри аккуратно закрасить старайтесь делать аккуратно чем аккуратнее вы сделаетесь лучше будет работа кустик закрашиваем опять самым средним зеленым цветом не сильно светлым и не сильно темным почему потому что нам надо с вами прорисовать вот такие вот как листики и листики темным цветом темно-зеленым цветом вы прорисовываете пожалуйста на нашем с вами кустике дальше дальше мы с вами сейчас будем делать дерево дерево давайте с вами сделаем двумя цветами я возьму даже тремя можно давайте тремя возьму светло-коричневый цвет провожу свет со стороны солнышка где у нас солнышко с этой стороны будет дерево посветлее итак беру более темный коричневый цвет и закрашиваю дерево в белых местах там где захожу на светло-коричневый я стараюсь показать кору вот так так будет потемнее можно еще ветки дорисовать пожалуйста вот вот дорисовываем ветки нет не выкинула это я сейчас с вами итак дорисовываем ветки готово готово где ветки вот так дальше стараемся наше дерево включить еще потемнее цвет прямо слишком приближать его краю не надо это должен оставаться небольшой такой рефлексик тогда дерево будет объемное вот так где-то придавливаем где-то можно потемнее коричневым еще прорисовать ветки вот так вот дальше можно этим же цветом где-то чуть-чуть пройтись по нашему забору вот так вот и ручку и ручку вот дальше разными оттенками зеленого мы с вами закрашиваем листики на нашем дереве и все можно взять вообще большой толстый край и прямо особо не вырисовывая листики вот так вот сделать кроме дерева вот дальше посветле зеленый посветле зеленый где-то будет вот так вот вот так вот и где-то допустим я даже добавлю вот у меня такой 50 есть номер он еще такой темнее зеленый можно синий включить как те и не сделаем вот у вас получается вот такое дерево вот и пожалуй мы с вами на этом закончим можно еще тут вот кстати синеньким которым вы делали последний ну вот у меня есть прямо самый темный зеленый это у меня 50 номер у кого такие же фломастеры пожалуйста берем если нету можно взять синий цвет вам будет интересно вот 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 только умеренно если вы сделаете а не так что вы взяли и все закрасили и так можно коричневым цветом еще чуть-чуть видите мы тут с вами рисовали такие как вот стволы да нашего кустика вот их мы можем чуть-чуть вот так показать на чуть-чуть все наша работа закончена вы большие молодцы до следующего занятия пока пока